здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте и так для тех кто спешит я сразу скажу пейте витамин d и будете здоровы и все вызвать свободны это те кто любит быстро и по существу ну а те кто хочет стать мудрее кто хочет услышать аргументированно и понять для себя почему нам необходим именно сейчас витамин d и необходим ли он вам может он вам совсем сейчас и не нужен то послушайте меня а еще вы узнаете где его можно достать не покупая в аптеках в каких продуктах как в растительных продуктах так и животного происхождения теперь подробно ученые из института мозга квинселанд город они выяснили что дефицит витамина d при рождении приводит к серьезным изменениям в активности мозга и может спровоцировать целый ряд заболеваний включая тяжелые психические расстройства в виде шизофрении так что вот нервные люди которые особенно мне пишут часто о том что вы не по существу давайте быстрее быстрее нам скажите информацию и все вы можете информацию которая рассчитана на три секунды растянуть на 8 минут 10 минут вот очень часто такие психопаты а это психопатия в чистом виде почти каждый день не пишут поэтому я в начале дала сразу информацию для психопатов а теперь для уравновешенных нормальных людей и так для того чтобы ваш мозг работал нормально не было психических расстройств и шизофрении ну и психопатии тоже вам просто необходим витамин d особенно в зимнее время когда солнышка практически нет и вот еще интересный факт как пишет лайф отмечается что а витаминоз способный вызвать изменения в мозге может передаваться по наследству вот это для меня конечно было открытием однако бороться с ним можно с помощью обычной курсовой терапии витаминами витамины лучше брать из овощей фруктов и продуктов питания но и можно брать какие-то добавки но большинство добавок нужно помнить это пустышки особенно в странах снг подделки пустышки никто не следит за этим понимаете не контролирует не берет анализ не делает пробы поэтому когда вы покупаете что-то в аптеке это особенно дорогостоящее скорее всего это пустышка неврологи считают что такие расстройства с мозгом начинают проявляться после 15 лет когда на организм человека начинают в полной мере воздействовать стрессы и другие обстоятельства пребывания в обществе теперь исследователи пытаются понять стоит ли бить тревогу и вводить терапию витамином d на всех этапах беременности чтобы позднее взрослые родители не испытывали проблем с поведением ребенка ну так вот я сразу скажу беременным девочкам обязательно дополнительно принимайте витамин d обязательно вы спросите что такое витамин d это нужно видеть а эта группа жирорастворимых витаминов то есть растворяются в жирах и органических соединениях и нерастворимы в воде которые образуются под действием ультрафиолетового облучения когда солнышко в тканях животных растений из стеринов вы знаете к витаминам группы d относятся витамин d2 это эрго кальциферол называется витамин d3 это холи кальциферол его провитамин 7 дигидра холестерин витамин d4 витамин d5 называется еще сито кальциферол витамин d6 называется еще стигма кальциферол в практической медицине в качестве витамина чаще всего используют витамины d2 эрго кальциферол и d3 холи кальциферол обе формы используются организмом одинаково для выработки достаточного количества витамина d3 нужно всего лишь трижды в неделю принять солнечную ванну длительностью от 10 до 30 минут в зависимости от солнечной активности витамин d2 в больших количествах содержится в разнообразной пище а вы скажете но если нету 30 минут солнца но нету вот зимой такого солнца вот почему год надо выходить гулять даже зимнее солнце прекрасно но ясно вы не можете принять солнечную ванну раздеться и позагорать зимой что же делать существуют растительные источники вот сейчас вы видите перед глазами люцерну красивую люцерну вот так вот она растет вот эти фиолетовые вот такие цветочки и вот такие семена у нее вот это люцерна она является прекрасным источником витамина d а также хвощ вот так выглядит хвощ ну а за крапиву и за петрушку я вам рассказывать не буду я просто скажу там тоже и есть витамин d это прекрасный источник и крапива и петрушка как они выглядят вы знаете ну из животных продуктов давайте разберемся где вы сейчас можете взять витамин d рыбий жир его полно где хотите можете купить и или употреблять просто скумбрию или какую-то другую жирную рыбу сельдь например яичный желток там тоже есть витамин d сливочное масло но только если это натуральное если вы это сами делаете сыр опять-таки если вы сами делаете сыр я предпочитаю делать из козьего молока икру молочные продукты печень трески чаще всего продается знаете таких желтеньких баночках я покупаю и вот так вот выглядит на тарелочке ну и есть такая рыбка называется кита там тоже очень большое количество витамина d в общем это обеспечивает и нормальный рост развить развитие костей предупреждает развитие рахито остеопороза путем регуляции минерального обмена как витамин он поддерживает уровень неорганического фосфора и кальция в плазме крови знаете кровь на самом деле это настолько важная вещь сейчас такая есть разновидность рака крови которая поражает молодых молодых людей я очень соболезную конечно родным и близким этого замечательного мальчика вот сейчас вот 8 декабря буквально на двадцать восьмом году жизни умер актер киевского академического театра юного зрителя на липках тарас мельничук вот от чего он умер он от рака крови умер дорогие мои там такая форма нехорошая но в общем которая очень быстро развивается он и во многих кино снялся он и на телевидении выступал и в театре выступал и закончил обучение в киевском национальном университете театра кино и телевидение имени карпенко карого в общем он активно начал работать в театре и на телевидении 2013 году стал актером киевского академического театра вот юного зрителя на липках и среди лучших его работ это были представления снежная королева ревизор ромео и джульетта сон ну это конечно ужасно просто ужасно когда такие молодые люди уходят из-за рака и видите как вот соломия написала было жить а як вирш без пунктуаций а смерть поставить крапку и тире жаль жаль конечно жаль так рано ушел но на все воля божья как говорится поэтому я глядя на молодых людей как они уходят один за одним и какие диагнозы им ставят я понимаю все равно я понимаю что все это исходит от нас откуда оно взялся откуда так быстро начались делиться вот эти вот клетки и вот это все произошло во многом зависит от нашего образа жизни и питания и то что мы в себя вкладываем поэтому очень очень необходимо задуматься задуматься почему такое количество сейчас рака почему боролся он три года вот последние три года и химиотерапию делали и что только не делали и нет все равно все равно ушел очень важно свою кровь держать в порядке для того чтобы держать свою кровь в порядке нужно самим делать кефир я еще раз говорю и подчеркиваю самим то что вы купите в магазине это не кефир это не кефир не может из порошка вот такой тянущийся быть кефир такого быть не может уже и анализ брали и просматривали и сколько там крахмала сколько там всякой ерунды даже от кефира от такого можно заболеть значит мы делаем сами кефирчик лучше всего козий и как можно больше добавляем в этот кефир красных ягод всяких это может быть и смородина и малина и клубника и другие ягоды какие хотите особенно хорошо то что я вам сейчас перечислила прекрасно облепиха желтенькая тоже добавить перемалывать все и пить пить как можно чаще можно добавлять мед но со сладким я прошу вас не шутите что такое сладкое сладкое это среда питательная для раковых клеток они очень любят сладенько сладко и жареная это просто их поэтому дорогие мои обратите внимание на то с как вы сейчас себя обогащаете витамином d а ведь витамин d это именно кости и и кровь и кровь потому что как я уже говорил обеспечивает нормальный рост развития костей и он поддерживает уровень вот этого фосфора и кальция в плазме крови о чем я проговорила уже и повышает всасывание кальция в тонкой кишке и тогда после того как мы витамин d выпили через некоторое время мы пьем вот такой вот кефирчик йогурт тире с вот этими всеми красными и не ягодами и таким образом у нас сто процентов всасывается кальций в тонкой кишке без витамина d сколько бы вы кефира молока или творога не ели не пили бы если у вас нехватка кальция витамина d кальций у вас никак не всосется потому что кальций всасывается через тонкую кишку через капилляры вот и потом начинает уже расходиться и через кровь по все наши органы ну а если вы себя балуете красный икрой и своих родных и близких то это вообще замечательно поэтому не забывайте хотя бы по праздникам если вы не можете раз в месяц покупать что-то рыбку жирных сортов но только морскую и речь идет только о морской рыбе ни в коем случае не озерную не пресноводную нет только морскую если у вас есть возможность баловать вот красной икрой или треской вы можете чередовать то витамин d он еще в качестве гормона оказывает влияние на клетки кишечника он стимулирует выработку белка носителя необходимого для транспорта кальция а еще почек и мышц усиливает реабсорбцию кальция что еще делает витамин d какие действия да он способствует мышечному тонусу повышает иммунитет необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови не забывайте тонус мышц то есть затормаживает старение вы не стареете вот почему японцы в большинстве своем выглядят великолепно потому что они практически всю жизнь сидят на море продуктах что еще витамин d делает он помогает организму восстанавливать защитные оболочки окружающие нервы участвует в регуляции артериального давления и сердцебиение и самое главное препятствует росту раковых клеток услышав вот эту новость нехорошую про такого замечательного актера и такого молодого я решила безотлагательно сделать вот это видео и напомнить всем напомнить не расслабляйтесь работайте над собой и ваши детки это то чем вы их кормите делайте это на постоянной основе регулярно вот что важно курсом 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 не расслабляйтесь никакие макароны вас не спасут в этой жизни макароны вообще можете выкинуть и никогда не давать давайте вместо макарон замените гречкой замените великолепнейшей чечевицей соевые бобы покупайте покупайте фасоль покупайте спаржу не пичкайте белый рис можно коричневый рис белый рис это отрава то же самое как и картофель то же самое как и мучные изделия кого не спросишь из деток что кушали макароны да вы что какие макароны и проконсультируйтесь со своим доктором обязательно сколько вам в сутки употреблять витамина d еще знаете что хочу сказать что при лечении большими дозами препарата витамина d рекомендуется одновременно назначать витамин а ретинол а еще аскорбиновую кислоту c и витамины группы b это вообще будет идеально но я люблю вас будьте благословенны будьте здоровы и не болейте пока пока